В доме номер 18, корпус 1 на улице Высоковольтной, постоянно происходят протечки. Анастасия Ивановна живет здесь более 30 лет. Аварийную службу вызывает почти каждый месяц. Дело в том, что в подвале регулярно прорывают трубу, а также засоряется канализационный колодец. Вызовешь утром, а приезжают и вечером, и ночью. Нужно стоять и смотреть, прочистили ли колодец, и потихла ли водичка. Вот проблема. Проблем был много, и шум был с отоплением. Слава Богу, сейчас ликвидировали. Александр Михайлович, старший по дому, следит за порядком. Аварийную службу вызывал не раз. Говорит, что в подвале сидят лица без определенного места жительства, которые крутят винты по своему усмотрению. Приезжают экстренные службы. Они, давайте нам ключ. А где ключ? Не у кого ключа нет. Разворачиваются и уезжают. Теперь такая ситуация не повторится, ведь с 1 марта изменились сроки реагирования на звонки и обработки заявок. Уже 4 дня аварийная служба работает в новом режиме. Теперь все аварийные повреждения внутридомовых систем холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, системы отопления и электроснабжения должны быть локализованы не позднее, чем через 30 минут с момента регистрации заявки, а устранены не позднее, чем через 3 суток. На ликвидацию засора внутридомовой инженерной системы водоотведения отводится 2 часа с момента регистрации заявки, как и на устранение засора мусоропровода. Однако на практике сделать это не так просто, ведь может не хватить людей. У нас 4 бригады аварийных, по 4 и по 2 машины, 8, ну где-то 18 машин, плюс от гайчика еще 2 машины. Диспетчер признается, что в штате около 80 человек, но и звонков тоже много. Например, вчера их поступило 67. В среднем же цифра зависит от сезона, и при пуске отопления может достигать 150 звонков в день. Принимать по новым правилам их нужно в течение 5 минут. Если не успел, то обязан сам перезвонить в ближайшие 10 минут или оставить голосовое сообщение. Телефон единой аварийной службы 45-31-57. Нам удалось дозвониться с первого раза. На обработку. Ну, минуты 3. Ну, приняла я заявку. Ребята мои, если у меня 2 года машина есть, я отправляю сразу. Если нет, значит выжидаем. Минуты 3. Диспетчеры отмечают, что несмотря на новые правила, изменений сотрудники в работе не заметили. Скорость реакции на проблему по-прежнему зависит от наличия свободных машин и загруженности городских дорог. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Галина Кудряшова, Станислав 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 Кудряшова, Стан